Высказывайте своё мнение. Участвуйте в дискуссии. В программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены истине. Если мы трогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Добрый день, уважаемые дамы и господа. В эфире неполиткорректное ток-шоу Сергея Зацепина. Его ведущий я, Анатолий Червец. Его участники, как всегда, все вы, которые наберете номер телефона 847-400-5200. Видеть вы нас можете на нашей фейсбук-страничке радио НВС, на нашем ютуб-канале радио НВС. Кстати, зайдя на этот, на наш канал, пожалуйста, зарегистрируйтесь, нажмите кнопочку сабскрайб. Будете полноправными участниками нашего канала. Ну и также вы нас можете слышать на нашей веб-страничке radioNVC.com. Итак, в Чикаго 12 часов 10 минут, на улице замечательная погода, ни жарко, ни холодно, солнечно. В общем, день, я так понимаю, создается хороший, приемлемый. Ну и мы по этому поводу продолжаем тогда с нашими новостями. Новостей очень много, некоторые замечательные, некоторые, будем говорить так, курьезные. Но, тем не менее, давайте начнем, как всегда, с замечательных вещей. Те, которые слушают мою передачу постоянно, кстати, спасибо вам огромное за это, могут вспомнить, что не далее, как на прошлой неделе, когда везде вокруг вот этот происходил сыр-бор по поводу тарифов с Мексикой, когда все кричали, что все, наша страна скоро обанкротится, мы скоро обанкротимся. Авокадо из Мексики будут аж на целых 5% дороже, и машиностроение мы наши потеряли, и так далее, и тому подобное. Во время всего этого хаоса я абсолютно с уверенностью вас пытался убедить в том, что никогда до тарифов не дойдет. И все кричали вокруг, как, посмотрите, вот с Китаем, посмотрите, что он вытворяет, он нашу страну просто вводит, нашу экономику вводит в штопор, ну и так далее, в ступор. И вот тогда я пытался вас немножко успокоить и сказал, ребят, Трамп, он просто, он не просто умница, он не просто толковейший, умнейший бизнесмен. Он действительно обалденный, если можно так сказать по поводу президента Соединенных Штатов, он просто, ну, король переговоров. И мы это видим каждый раз, когда Трамп что-то пытается ввести, как говорится, в шоковое состояние своих противников, соперников или так называемых партнеров. И тут начинается буча, тут выступают все знаменитые и незнаменитые, в кавычках, эксперты, которые кричат, что нашей стране пришел конец. Короче, пора закутываться в мокрую простыню и ползти по направлению к кладбищу. Трамп нас ведет просто в крах. Причем, так интересно, слушаешь, как я уже сказал, не только экспертов, которые якобы являются специалистами в экономике, да, я имею в виду вот эти лжи эксперты на CNN, MSNBC, их я даже в счет не принимаю. Но и даже на Fox News выступают некоторые так называемые эксперты, которые кричат, все, Трамп это, ну, это наш крах. Так вот, дорогие мои друзья, там, где вы учились, там Трамп преподавал. Я имею в виду понятие экономики, понятие переговоров, понятие добивания своей цели. То есть, вот все вы, поэтому разница между вот этими лжи экспертами и Трампом, это то, что Трамп поэтому президент. А вы сидите и как те гиены ждете, чтобы вам перепал какой-то кусок тухлого мяса, который вы будете разжевывать и пережевывать и выплевывать и опять хватать и опять его пережевывать. Понимаете, вот в этом вся разница. Ну и также, точно так же, вот все те, которые выступают на Facebook, которые кричат о своих высших образованиях в экономике, высших образованиях еще в чем-то, еще в чем-то. Миллион советников, миллион советчиков. И тем не менее, Трамп каждый раз, как говорится, выходит из всех вот этих перипетий победителем. Он действительно знает абсолютно четко, как себя вести за столом переговоров. Он просто мастер так называемой шоковой терапии, где он сначала просто всех вводит в шоковое небытие, а потом постепенно начинает их оттуда выводить. Ну и самое интересное, конечно же, давайте подведем как бы итог тому, что я сказал. Значит, мы все уже знаем достаточно хорошо, что переговоры с Мексикой прошли замечательно. Мексика сама сказала, что они получили, то есть президент Мексики и посол Мексики в Соединенных Штатах оба в два голоса пели дифферамбы Трампа о том, что вот он действительно сделал так, что и Мексике хорошо, и Америке хорошо, и мы все, опять же, мир, дружба, кукуруза, и ничего страшного не произошло. Мексика признала тот факт, что да, они, конечно же, могли бы сделать немножко больше. Они, по крайней мере, пообещали. Теперь, сделают они это или нет, это уже вопрос другой. И там будет видно, если они начнут что-то делать, значит, все будет в порядке. Если нет, и Трамп, и его представители, Белого дома, администрации четко дали понять, что эти тарифы, в принципе, никуда не уйдут. И если Мексика не согласится, или, вернее, не согласится, они уже согласились. Если Мексика не будет исполнять свои обещания, значит, ну, будем вводить тарифы. Вот, значит, сейчас пока что Мексика в первую очередь переводит 6 тысяч военных солдат на границу с Гватемалой. Сама по себе граница совсем небольшая, если я не ошибаюсь, буквально там что-то 600 миль, по-моему, по длине. Вот, так что укрепит очень серьезно саму границу. Во-вторых, Мексика, опять же, еще раз подтвердила обещание о том, что те, которые будут зарегистрированы здесь, в Америке, смогут ждать решения или дня суда, который указан в их повестке, в Мексике. То есть, они не должны быть здесь, в Соединенных Штатах. И, кстати, Мексика им пообещала работы, пообещала им помощь в образовании. То есть, вы понимаете, все становится на свои места. Почему? Потому что, если эти люди, Гватемала, Эл-Салвадор и Гондурас, если они действительно бегут от нищеты и так далее, то, вернее, если они бегут от так называемой prosecution, то есть, ну вот они боятся за свою жизнь, то, в принципе, перейдя границу с Мексикой, они должны, как говорится, успокоиться, удовлетвориться, и им там уже никто ничем не угрожает. По идее, им абсолютно не обязательно тащиться через 3000 километров, через всю Мексику, к американской границе. То есть, ну, по крайней мере, если Мексика вот это уже будет делать, это уже будет большая польза. Почему? Да, и плюс к тому, что вот эти вот 6000 солдат на границе смогут практически, ну, если не полностью, то очень сильно повлиять на количество караванов, которые проходят через Мексику. У нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, я слышу себя, вас я не слышу. Окей, хорошо, спасибо. Я хочу спросить такой вопрос. Есть ли какая-нибудь вообще надежда, что Дюрем этот или там кто-то другой, Дюрем, я не знаю, как произносится фамилия нашей, так сказать, надежды нашей прокурора, назначенного баром, что будет расследовано, наконец, ну, например, убийство Рича, который уничтожал Бличем Клинтоновские эти. А вообще-то тут на днях двоих убили республиканцев, Линду Коллин Смит и второго мужика из Ирканзаса, по-моему, тоже на этого самого республиканца. Есть ли вот такая надежда? Спасибо большое. Прошу прощения, я не успел, вернее, я нажал кнопку раньше времени. Перезвоните, пожалуйста, я слышал, у вас есть еще второй вопрос. Пожалуйста, перезвоните. А пока я вам скажу, конечно же, надежда есть. Не только она есть, я думаю, что Дюрем это такой человек, который действительно займется этим очень вплотную. Я не знаю, или он будет заниматься убийствами. Убийствами не должен заниматься, так называть, ну, будем говорить, называть вещи своими именами, хоть его так и не назвали спецпрокурором, но он спецпрокурор. По всем таким практическим понятиям он является спецпрокурором. Так вот, я не думаю, что спецпрокурор будет заниматься убийствами. Почему? Потому что для этого есть ФБР, для этого есть уголовная, то есть для этого есть полиция штатов и так далее. Поэтому я не думаю, что он будет заниматься убийствами. А вот тем, что происходило, что послужило началом расследованию Мауэра, и как вообще это все начиналось, и какие были нарушены нормы по получению разрешения на слежку за Картером, Пейджем и так далее, конечно же, он будет разбираться. Плюс мы вот уже буквально, ну, я думаю, со дня на день, может быть, с недели на неделю ожидаем все-таки рапорт от этого генерального инспектора Горовца. Так что я больше чем уверен, что расследования будут. Мы узнаем очень много интересного. Придется немножко подождать. Но на расследование убийства я бы даже не рассчитывал. Это ответить на ваш первый вопрос. Второй, я же говорю, вы, если, пожалуйста, перезвоните, я вам, конечно же, дам возможность задать второй вопрос. Ну, а пока я возвращаюсь к Трампу и ситуации с Мексикой. Значит, самое интересное то, что даже при всем... Да, и еще Мексика, пока я не забыл, кроме того, что они собираются все-таки охранять свою границу и как-то попытаться нам помочь, я имею в виду нам, американцам, сохранить нашу границу, они также там подписали некоторые договора о том, что они будут покупать нашу продукцию, мы будем покупать их продукцию. То есть была очень интересная такая деловая беседа, где, в принципе, по идее, все остались довольны, кроме тех, которые не могут дождаться смещения Трампа. Вот эти невертрамперы, которые, ну, просто... Они уже даже не скрывают свою вот эту неприязнь, свою ненависть к Трампу. Они об этом заявляют в открытую. Кстати, недавно, совсем вчера, выступил председатель торговой палаты... Ну, будем так ее называть. Торговая палата, за не менее лучшего определения, перевода. Это Commission Chamber of Commerce. Так вот, председатель Chamber of Commerce, который является, в принципе, республиканцем, вчера открыл абсолютно свое истинное лицо в своем выступлении, дав понять, что его абсолютно напрягает, что его абсолютно не радует. Даже тот факт, что было достигнуто такое классное соглашение с Мексикой, его это ужасно напугало. Его напугало, как это так? Мы могли потерять своего главного партнера, какой он главный партнер. Ребята, давайте называть вещи своими именами. Главные партнеры или равноправные партнеры это те, которые исполняют свои партнерские обязательства. Понимаете? Те, которые в бизнесе сегодня, я имею в виду вот из нашей русскоговорящей общины, люди, которые ведут бизнес со своими партнерами, я думаю, вы бы именно этого и ожидали от своих партнеров, чтобы они, а, исполняли свои партнерские обязательства, б, чтобы они были с вами единомышленниками по поводу того, как вести бизнес, в каком направлении вести бизнес и так далее, и С – это их поддержка и помощь в любых спорных ситуациях, допустим, либо с клиентами, либо с конкурентами и так далее. Вот это называется партнерство. Понимаете? А вот когда ваш партнер, вот представьте себе, у вас есть партнер, который тащит деньги из общей казны, который пытается на стороне как-то повредить вашу репутацию в глазах ваших конкурентов, который пытается всячески вам либо навредить, либо чего-то не сделать так, чтобы пострадало ваше общее дело, это не партнер. Это просто, будем говорить так, это либо человек, либо организация, с которой абсолютно нет смысла считаться. Понимаете? То есть Мексика использует действительно Америку, чисто вот, как сказал один из политиков, Мексика пользует Америку как свою копилку. То есть сюда засылаются сотнями тысяч нелегальные жители Мексики, в смысле мексиканские граждане, которые становятся здесь нелегалами, которые устраиваются на работы Кешевы. Добрый день, был в эфире. Добрый день, скажите, пожалуйста, у меня немножко не по теме вопросу. Пожалуйста. Алло, добрый день. Добрый, добрый. Скажите, пожалуйста, это немножко не по теме, но вы не могли бы ответить, осветить немножко, если знаете, вы говорили, что есть какое-то дело, заведено на чипе Притткера, и, в общем-то, он может попасть в тюрьму. Но после этого никаких сообщений не было. Не могли бы вы рассказать, если что-то знаете? Я вам скажу, я вам скажу ровно столько, сколько нам дают информации. То есть, послушайте по радио, пожалуйста, спасибо. Значит, насчет Притткера, ну что мы имеем? Мы имеем тот факт, что до того, как он был избран губернатором штата, он в одном из своих домов, ну будем говорить так, в капиталовложении, для того, чтобы сэкономить деньги на налогах, он разобрал унитазы во всех этих туалетах этого дома, вывез их из дому и сказал, что этот дом, он не является жилым домом, так как он непригоден к использованию, потому что там нет санузлов, и тем самым он отбил почти больше 300 тысяч в налогах, которые он должен был уплатить. Ну вот его, сейчас ведется расследование по этому поводу, его обвиняют именно в этом, но вы сами понимаете, что в штате Иллиной это расследование будет идти очень вяло, шатко и так, ни шатко, ни валко, и я не знаю, что из этого всего получится, тем более, что он уже во время выборов, он согласился вернуть в казну те деньги, которые он не доплатил, вот в виде этих чуть более 300 тысяч долларов, ну, восстановил туалеты, я так понимаю, ну вот, то есть, казалось бы, он вот, ну, он считает, что он это сделал не то, что неумышленно, он не ожидал, что это будет незаконно, давайте говорить так, ну вот, ну, в общем, я не знаю, что из этого получится, вряд ли что-либо получится серьезное, хотя, если он очень сильно кому-то перейдет дорогу, более сильному, я имею в виду, в политическом смысле, чем он сам, потому что, вы понимаете, Джейби Притцкер, кроме того, что он миллионер, он из себя не представляет никакой политической силы, вот, поэтому, ну, если он кому-то перейдет дорогу более сильному, может быть, с ним произойдет то же, что произошло и с Радом Благоевичем, и до этого с предыдущим нашим губернатором, так что поживем, увидим, но вот это все, что пока на сегодняшний день известно по Джейби Притцкеру, ну что ж, давайте мы сделаем так, раз уже, вот у нас и звонок, добрый день, говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте, еще раз, я задала вопросы про убийство, я понимаю прекрасно, что это не дело этого прокурора, я просто вижу, что это, эти люди, они должны были давать на следующей неделе показания, поэтому я как бы рада, что вот вчера, например, на Ханите какие-то новости были, так сказать, не откладывая в долгий ящик, потому что тяжело остаться вообще живым, когда ты такие важные показания даешь, я поэтому спросила. И второй мой вопрос, значит, ну, на этот вы уже ответили, что вы думаете по поводу того, что вот мы вступили в период охлократии, то есть вырожденная форма демократии, основанная на меняющихся приказах толпы, постепенно попадающей под влияние демагогов, охлократия характерна для переходных кризисных периодов, что вы думаете об этом? Я понял, спасибо большое. Давайте я немножко еще повторюсь по поводу расследования Дурам. Еще раз, ему, кстати, вчера представитель департамента юстиции, Department of Justice, выступил и сказал, еще раз подтвердил, что государственному обвинителю или прокурору Дюргему были даны неограниченные, полномочия по расследованию очень многих аспектов, так выразимся, то есть туда входит и Pfizer Warrant, и ситуация FBI, ситуация DOJ, ситуация по шпионажу, туда же входит расследование, простите за туфтологию, за туфтологию расследования, расследования Клинтон и так далее. Поэтому, чего он там будет копать, ну, я надеюсь, опять же, насчет того, что это, вот эти убийства, если докажут, что убийства связаны с политическими причинами, ну, конечно, он будет вести, вернее, он не будет вести расследование по убийству, он не будет искать убийц, он просто, ну, выяснит, что это действительно произошло именно по политическим причинам. Искать убийц должны либо ФВР, либо местная полиция. Это то, что касается, ну, вот, Дюргема и его расследований. Поэтому у него неограниченные возможности, причем, мало этого, он имеет право даже копать по отношению к иностранным государствам, подразумевая Австралию, так как дипломат из Австралии был замешан в деле с Пападаполосом, и подразумевая Англию, так как Кристофер Стилл является все-таки английским подданным, и который был замешан вот в этом скандале. Так что у него, конечно же, неограниченные права. Будет все в один голос, говорят, что он человек очень достойный, очень толковый, и будем надеяться, что он с этим совсем разберется. Теперь по поводу охлодемократии будем говорить так. Давайте я сначала уйду на рекламу, послушаем несколько рекламных сообщений, а потом я вернусь, и обязательно постараюсь прокомментировать это. Уважаемые друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами, за то, что нас слушаете, участвуете в наших передачах 847-400-5200. И я сразу хочу вернуться к комментарию по поводу вопроса о охлократии. Вы понимаете, я человек, который я не люблю расставлять, или я не люблю разбрасываться штампами. Я не люблю вот эти, действительно, вот эту identity politics, я этого не признаю. вещи нужно называть своими именами, нужно анализировать то или иное событие, то или иное поведение, в частности, а не огульно. Поэтому мое отношение к понятию охлократия, ну, кто-то дал этому определение, вот пусть они комментируют. По-моему, то, что происходит в стране сегодня, это изряд из рук вон плохо. Это абсолютно никак не укрепляет, никак не укрепляет безопасность нашей страны, это никак не помогает процветанию нашей страны. Все, что происходит, происходит чисто разрушение всего того, на чем зиждется, на чем была построена наша страна, которая успешно существует вот уже третью сотню лет. А все остальное, вы понимаете, это, ну, как к этому можно относиться хорошо или по-другому, или плохо, или еще как-то. То есть, есть люди, которые поддерживают вот эту абсолютную, ну, я считаю, преступную политику демократов, не потому что они демократы, делали не в этом. Демократы существуют испокон веков, с момента образования этой страны. Просто то, что творится сегодня, это действительно изряд вон плохо. Я прожил здесь 40 лет, просто, ну, я не помню, чтобы такое происходило здесь. Вот, хотя я не был в Америке, когда происходило дело Watergate, но я так понимаю, что даже это дело не было близко таким похабным и беспрецедентным, как вот то, что происходит сегодня. Теперь, ну, я думаю, что с Мексикой мы разобрались. Единственное, что я хотел сказать по поводу Мексики, это то, что я вас очень прошу, всегда будьте, как сказать, будьте, интересуйтесь, анализируйте, пользуясь своим умом. Не нужно слушать, вот, как сказать, экстремальные точки зрения, то есть, кто-то кричит, что если мы поставим, дадим, или выставим тарифы против Мексики, это будет крах Америки, кто-то говорит, что тарифы, это шикарно, это хорошо, я не там, не там, я точно так же не люблю повышение ничего, кроме жизненного уровня. Повышение тарифов, повышение налогов, повышение платы за проезды и так далее. Я к этому никогда хорошо не относился. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. По поводу охлаконки, я вам хочу сказать такую вещь. Мы в этой стране когда-то, почти 300 лет назад, такие-то совершенно создали антидемократическое варварское государство, которое они сейчас проживают. И они почему-то решали, что право голоса не корректирует тем, это у них даже в Конституции все имеют право голосовать на выборах правительства. Они почему-то считали, что голосовать на такую лиду, которая имеет ответственность за свой голос. То есть, люди, ставшие, скажем, 24-х лет, семья, которые зарабатывают, платят налоги, умеют читать писать, чтобы понять, что вокруг происходит, что именно, какие последствия от их голосования. Мы, за последние 30 лет расположены подложим гамах демократия ох демократия. Вот, демократические изменения очередного Чавеса в Америке или Гитлера в Германии будем наслаждаться демократией. Именно потому, что, вы послушайте, я считал специально мечи с Муссолейей. Он такой обещал, что просто хочется плакать. Ну, как сегодняшний там Кортез и прочее, там Бакагонтов и обещает. Ну, конечно. Я вам скажу такую вещь. Спасибо большое. Я вам скажу такую вещь. Вы понимаете, самое интересное то, что вот эти все покохантасы, эти Кортезы и так далее, им подобные, ведь они ничего нового нам не предлагают. Они ничего нового с собой в себе не несут. это чистые вот, это люди, которые абсолютно ленивые, люди, которые абсолютно не хотят палец о палец ударить для того, чтобы что-то сделать такое толковое, которое будет происходить именно сегодня. ведь вы послушайте, что они вам говорят. Они вам обещают счастливое будущее к 50-му году, или они вам обещают конец мира через 12 лет. То есть, ни один из них четко ничего не может сказать сегодняшним днем. Почему? Потому, что за это нужно будет отвечать. Понимаете? Поэтому, вот эти все выступления, да, это очень опасно, это очень плохо для страны, потому, что все-таки эти выступления слушает молодежь, которая через какое-то время будет жить в этом обществе. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня по радио слушал интересную информацию, что Вьетнам увеличил контракты импорта в США по тем категориям товаров, аналогичный, который импортирует в Китай. И предположение такое, что теперь это сделано не в Китае, а сделано будет во Вьетнаме. А Вьетнам имеет, как это высказать, преимущественно в торговле США. Я, да, 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 с вами согласен. Я вам скажу больше. Я знаю, что лет десять тому назад сначала были продукции, вот, допустим, касающиеся автомобильной промышленности, фильтра, щетки, тормозные колодки, роторы и так далее. Это все, конечно же, завозилось из Китая. Причем, те люди, которые ошибочно думали о том, что покупая запчасти, допустим, в НЭПа, да, что это будут все американские запчасти, они очень серьезно ошибаются, потому что НЭПа точно так же производит все свои в основном, то есть, не в основном, а все свои, всю свою продукцию в Китае. Причем, это абсолютно точное сведение и другой разговор, что есть, ну, придумали такую лупхол, как говорится, что если оно приходит из Китая и потом пакуется здесь, то есть, коробочки закладываются, то имеют право писать, что это было сделано в Америке, но фактически это все сделано в Китае. Так вот, к чему это все веду, к тому, что еще лет 10 тому назад, уже когда Китай начал поднимать цены на свою продукцию и поверьте мне, я это знаю из первых рук, так как я этим занимался, тут же американцы очень быстренько нашли способ и переключились вот именно на Вьетнам, то есть, поехали ребята, ну, так, упрощенно говоря, поехали во Вьетнам, посмотрели условия, посмотрели цены и так далее и поняли, что во Вьетнаме в принципе не жертвуя качеством продукции, можно все это производить за намного меньшие деньги, так что, дорогие мои друзья, это абсолютно не новость, это уже существует на протяжении вот, ну, как минимум 10 лет, и поэтому, и поверьте мне, Вьетнам делает, они из кожи вон лезут для того, чтобы наладить отношения с Америкой в смысле производства и товарообмен, так что, это абсолютно нормальная вещь, и поэтому все то, что сейчас происходит с Китаем, поверьте мне, Китаю, это нужно намного больше, чем это нужно нам, и когда вам все кричат, что вот тарифы, это потом ложится временем на плечи среднего класса, или там ниже среднего класса, ребята, знаете, есть таковое понятие, святое место пусто не бывает, точно так же, как мы, давайте не забывать, кто создал вот эту индустрию в Китае, ведь это же Америка, все это сделал, мы там это все построили, мы туда везли наши станки, мы туда везли наше сырье, мы туда везли наши умы в виде инженеров, в виде электрика, в виде пусконаладчиков, это все было наше, это же не китайцы, потом, когда это все уже было собрано, составлено и запущено в производство, да, научили китайцев, как заправлять там, допустим, какую-то, я знаю, сырье какое-то в штампы, и штамповать там, значки, ну, и так далее, то есть, я это упрощаю, но, тем не менее, добрый день, вы в эфире. Анатолий, вы просто отключили меня, вы не поняли мысль этой информации, пожалуйста, пожалуйста, китай обходит, он свой товар продает через Вьетнам, там написано, сделано Вьетнам, я понял, буквально не там, ну, конечно, им же нужно как-то искать, опять же, вот смотрите, мы, да, вы абсолютно правы, я не дослушал, но, это одно не взаимозаменяет другое, то есть, конечно же, Китаю нужно сейчас как-то обходить эти тарифы, иначе их экономики, ну, просто, будем говорить так, попа на букву Ж, да, поэтому они пытаются как-то найти вот эти пути, но, то, о чем я говорю, это то, что я не удивлюсь, если вообще, в конце концов, то есть, в каком-то ближайшем будущем, вот эта вся индустрия пойдет, вообще, будет сделана во Вьетнаме, потому что, ну, я честно, извините, я вас перебил, это было еще лет 5-6 тому назад, я был в Киеве, и купил товарищу Самсун, когда открыли, подняли батарею, да, там было написано, сделано во Вьетнаме, вот, я же говорю, что я 10 лет тому назад, я уже об этом знал, потому что, то, что мы возили из Китая, я просто начал наблюдать сумасшедшую, то есть, мы говорим, тарифы там 25%, такие 25%, там цены поднимались просто в геометрической прогрессии, я имею в виду, китайские цены, не наши тарифы, а цены на продукцию, почему, потому что, китайцы быстренько поняли, что они очень мало получают, они начали требовать зарплаты, и вот до того, как Си Цзялпин пришел к власти, я имею в виду, стал там абсолютным королем, там существовали большие проблемы с рабочей силой, поэтому это абсолютно нормально, спасибо, добрый день, вы в эфире, здравствуйте, здравствуйте, разговор идет о поставке товаров из Китая, я хочу привести пример, мы приехали в Соединенные Штаты, мне нужно было что-то дома починить, у меня был отель, мне нужно были сверла, я пошел в магазин и купил набор сверл, вон написано Made in China, я вставил сверло в дрель и начал сверлить, у меня расстояние между металлом и замком сверла, замком дрели, уменьшалось, обивки в металле не появлялась, и вот вчера выступал на вашем радио Комаровский, и он заявлял, что ему очень нравится покупать дешевую электронику, телефоны, телевизоры, но телефоны, телевизоры и компьютеры люди не покупают каждый день, а инструменты и товары первой необходимости покупают намного чаще, если это качество такое же, как эти сверла, так лучше я заплачу дороже, но куплю это сделано в Соединенных Штатах, чем сделано в Соединенных Штатах. увидите инструмент сделан в Китае. Ну, я не присматривался к этому, там работают люди, их инструмент нравится, они пусть работают. я вам говорю, что в мастерских вот приезжают, то есть, там инструмент, который в основном, когда-то это была компания Craftsman, которые давали lifetime warranty, которые действительно, то есть, я сегодня, у меня есть там кое-какой инструмент, который, ну, просто уже Craftsman, как говорится, Sears нет, но ладно, Mac Tools и так далее, то есть, это инструменты, которые не сделаны в Китае, потому что в Китае, вот как они продают в Волмарте, вот эти головки, да, для воротков, вот ты ее провернул и головка раскалывается на три части, вот, поэтому, а насчет дешевых телефонов, я вам скажу, пусть мне господин Комаровский скажет, где он покупает дешевые телефоны, я бы тоже пошел купил, потому что... Ну, вы, наверное, там можете спросить у него быстрее, чем я, он у вас на студии бывает, я его по радио слушаю. Ну, да, да, спасибо большое, добрый день, вы в эфире. А, да, добрый день, господин Червец. Да. Но это же все последствия глобализации. Конечно. Вот эти все сверла и все, а что вы думаете по этому поводу, она оправдала себя или нет? Ведь общество вступило в эпоху одноразового потребления. Купил, выкинул, купил, выкинул. Не правда ли? Благодарю. Да, Спасибо, Вадим. Вы абсолютно правы. Я лично, Лия, полностью против глобализации. Я, мне очень нравилось то время в Америке, вот когда я приехал, когда мы жили в стране, которая гордилась тем, что мы производим лучшие машины, мы производим лучшие инструменты, мы производим лучшие, я помню заводы по изготовлению электроприборов на улице Белмонт и где-то в районе вот Централ Сысеро. Завод, который производил моторы, электромоторчики, который производил лампы, торшеры и так далее. То есть люди все производили здесь и люди гордились качеством, люди стояли за этим качеством. Знаете, я абсолютно в этом смысле действительно националист. Вот мне нравится то, что происходило в Америке, где мы жили, где до нас не долетали никакие террористы, до нас не долетали никакие бомбы, нам сюда в Америку не впускали от вольного никаких непонятных людей, понимаете, а потом эти же люди выбирают, привозят их сюда и они же выбирают вот такое, что мы имеем сегодня в палате представителей в лице Амар и Тлаиб, понимаете, вот этого не было. У нас была страна, Соединенные Штаты Америки, где жили люди, которым нравилась жизнь, жизнь здесь, которым нравилось жить здесь. Они не пытались ничего изменить, они не пытались построить шариат, они не пытались построить социализм, они не пытались построить маоизм и так далее. То есть, жили люди, которых все устраивало здесь. Ну, были люди, которых что-то не устраивало, но эти люди, им приходилось как-то с этим, ну, как-то соглашаться по какой-то мере, потому что большинство здесь все устраивало. Тогда, когда вдруг решили сделать глобальную экономику и у нас не успели там где-нибудь в Китае чихнуть, а у нас биржа обваливается или где-то в Японии у кого-то где-то не там зачесалось и у нас обваливаются наши стаки, я с этим не согласен. Поэтому вы абсолютно, вы как раз тут попали в точку, Вадим, и в этом отношении я с вами абсолютно солидарен. Так что, ну, дорогие мои друзья, давайте еще один звонок примем. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Во-первых, я хочу с самого начала передачи, слушая вас, я хотела сказать вам огромное спасибо за то, что вы ведете, как вы ведете эту передачу. Спасибо большое. Жалко, что не все ее слышат. И во-вторых, у меня вопрос в продолжении того, что сейчас обсуждали. Нельзя ли, вернее, могут ли кто-нибудь подать иск на виновников этой глобализации в Международный суд? Потому что это такой, извините, идиотизм, жажда власти над миром Сороса и его компании. Спасибо большое. Я прошу прощения. Во-первых, огромное вам спасибо за комплимент. Очень благодарен вам. Второе, в суд подать на них нельзя. Это ответ на ваш вопрос. Но сейчас мы должны прерваться, иначе нас по-любому прервут. Спасибо всем огромное. Будьте здоровы.